Каждая женщина мечтает быть стройной, не иметь на своем теле ни одного лишнего килограмма. Поэтому они постоянно изнуряют себя всевозможными диетами и физическими упражнениями. Но также нужно помнить и заботиться о состоянии собственного здоровья, чтобы не навредить своему общему самочувствию. Именно поэтому стоит вопрос, можно ли заниматься спортом при простуде. Респираторных заболеваний существует великое множество, и все их не любит человек. Это и понятно, при них начинается кашель, насморк, отдышка, боль в груди, очищается пульс, начинается обильное потоотделение и многое-многое другое. Приходится пить горькие лекарства и делать ингаляции, проводить практически все время в постели. Казалось бы, о каком спорте здесь может идти речь, когда врачи при бронхите, пневмонии и многих других заболеваниях не рекомендуют давать себе физические нагрузки. Однако нужно отметить, что люди, которые занимаются различными видами спорта, значительно реже болеют. Если вы почувствовали слабость, какие-то неприятные покалывания в горле, заложенность носа, то вам стоит снизить интенсивность нагрузок. Если вы занимаетесь бегом или велосипедным спортом, тогда временно перейдите на спортивную ходьбу, дышите ровно и полной грудью. Вентилируйте легкие, плавание можно заменить акваэробикой. Лучше тренироваться дома, в проветренной комнате или в парке. Если заболевание стало слишком сильным, тогда от спорта совсем откажитесь. Дайте своему организму набраться сил, не усугубляйте положение. Как только вы стали выздоравливать, постепенно начинайте давать себе нагрузки, начиная с простой утренней зарядки и ходьбы. Не старайтесь нагнать в короткие сроки привычный темп, помните, что ваше здоровье еще слабое. Вспомните, даже в школе на некоторое время давали освобождение от уроков физкультуры после болезни. При простуде занятия спортом должны быть умерены и зависеть от общего состояния человека. Не беспокойтесь, за пару недель вы не слишком выбьетесь из графика. После полного выздоровления и адапционного периода вы сможете быстро нагнать свои тренировки и нагрузки, которые были до того, как вы заболели. В скором времени появится новое видео под названием «Мышцы человека». А на сегодня у меня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok